Дорогие друзья, сегодня я вам покажу блюдо. Расскажу о блюде. Блюдо довольно простое, но знаете, что это такое? Это любимое блюдо моего тестя. Ну, по воле случая у меня получилось так, что тестя два. Один родной отец Ксюши живет в Геленджике, Евгений Алексеевич. Дай бог ему здоровья. Мы, значит, его блюдо чуть позже сделаем. А вот отчим, которого я не меньше, так сказать, родного отца люблю, ценю и уважаю. Так вот, значит, разговаривал недавно, и мне Виктория Эдуардовна, теща моя, говорит. Вот такой суп, это когда нужно быстро, вкусно. И получается, что не нужно иметь каких-то специальных навыков. Значит, рис я заранее отварил. У меня были остатки бульона от индейки, которую мы варили для Алисы. Но я всегда варю больше бульона, потом в баночку складываю Алисе там и чуть-чуть наливаю, а остальное бульон использую уже в своих целях. Так и здесь. Значит, что мы имеем? Чашечку, потом терочку, томатики. Опа, новый ножичек, надо подвести чуть-чуть. Замыленная кромочка. Он не новый, он был у меня на реставрации. Значит, пока я вот эти вот томатики здесь откладываю, сразу, чтобы не терять времени, режу лучок. Значит, лучок режем помельче. Поджигаю сразу сотейник, в котором я буду готовить суп. Я готовлю небольшую порцию, поэтому каждый по-своему все это делает. Для ресторанов, кстати, можно этот суп держать в заготовке, он прекрасно хранится. Ну, только, соответственно, рис держать отдельно. Этот суп может быть веганским. А может быть, совершенно иного вкуса мясного, настоящего. Если вы будете использовать помимо мясного бульона, веганский на воде варим. Какой-то такой около веганский, около вегетарианский варим на бульоне, но не используем мясо. Но вы можете, допустим, использовать мясо. Я во многих роликах рекомендовал. Я в нескольких роликах рекомендовал. Если у вас в холодильнике будет стоять бульон с отваренным мясом, то вы всегда, каждый божий день, можете делать разные супы. Остатки масла. Все, не выливайте. Льем чуть-чуть. Чуть-чуть льем масло. Делаем помельче огонь. И в это время лучок у нас спокойно-спокойно жарится. Значит, пока лучок жарится, берем томаты и натираем их на терке. Можно нарезать ножом. Но тогда у вас будет куча шкурок в супе, которые не перевариваются. А я предпочитаю здесь потратить, скажем там, столько же времени, только шкурки выкинуть в гарбич. Потому что они нам не нужны. Кстати, если вот в ресторане происходит такое, вот мы недавно делали дегустацию, значит, с Юрой Ковальчуком, моим другом-шефом, остаются вот всякие шкурки вот такие вот. Мы их, знаете, что делали? Добавляли, например, отходы от рыбы варятся. Головы, хвосты, панцирь от креветок. Мы сделали такой биск из всего, что было. Ну, где-то же дегустация, это же не меню ты еще составляешь. Все равно, если даже вставляешь меню, остается очень много всякого хлама. Из хлама варишь очень вкусный бульон. И вот туда я, кстати, всегда добавляю шкурки от томатов. Потом все это процеживаешь, выкидываешь, а вкус остается. И последний кусочек. У меня получилось гаспачо. Кстати, сейчас лето, скоро томаты. Значит, зайдите, поглядите, как я делаю гаспачо. Я вас уверяю, так будете делать вообще, кайфанете. Ну, а если вдруг вы будете делать или захотите сделать этот суп, держите, пожалуйста, усягнете на полочке пару банок рубленных или цельных томатов в собственном соку, пилати или польпа, называются они, производители масса. Они всегда выручают, потому что там, как правило, летний томат. Лучок пассируется. Значит, я немножко добавляю соли. Лучок должен, как Виктория Эдуардовна говорит, покрыться такой золотинкой. Зазолотиться. Поэтому за температурой следите. Сильно не давайте, чтобы он горел. Но в то же время он должен жариться. Сразу скажу, количество томата регулируйте сами, но запомните одну важную истину. Суп должен быть в большей степени томатный, чем там бульонный со вкусом томата или рисовый со вкусом томата. Томат должен быть основополагающим. Вот он слегка начал золотиться местами. Где-то чуть-чуть поджарился. Такие коричневенькие пошли. Можно вот до такого состояния или, может быть, чуть сильнее. Теперь выливаем сюда протертый томат. Опа! Видите, прилично здесь томата. Начинаем его прогревать. Прогреваем, прогреваем. Если на этом этапе остановиться, тогда что получим? Правильно, горячий гаспачо. И когда шеф-повара или официанты приходят из зала и говорят, что-то говорят, суп холодный. Он говорит, так это же гаспачо. Клиент говорит, холодный суп не могли бы его подогреть. И поваров тогда трясти начинает мелкой дрожью. Вот как раз можно вот так вот делать. Или тартар пожарить. А что, это сырое мясо, что ли? Ну да. Блин, я-то сырое не ем. Пожарьте мне, пожалуйста. Можно посмотреть, что есть из приправок. Например, я бы сюда добавил чуть-чуть зиры. Совсем капельку. Ну, потому что томат зиры очень хорошо. Только главное перемолите и перемелите помола мелкого должна быть зира. Пол чайной ложки семян. Здесь же будет еще бульон. Ну, примерно тут на 2,5 литра. Где-то ориентируйтесь. В общем, добавляете сюда по вкусу. А-а-а, с шакшукой запахло. Так это же суп шакшука. Значит, что делаем дальше? Бульон, кстати, надо попробовать. На соль и понять. Ну, такой. В меру соленый. Я переливаю, почему из чашки в чашку. Здесь были томаты. Я просто мою бульоном чашку, чтобы ни капли томатов не оставалось. Заливаем сюда бульон. Ну, в той пропорции, в которой вы там, скажем, хотите. Чуть больше, чуть меньше здесь. Варианты такие условные. Теперь доводим до кипения. И пока доводится до кипения, забрасываем рис. У меня вот какой был рис. Я такой и использую. Это длиннозерный. Что-то типа басмати. Здесь фундаментально все равно, какой рис использовать, потому что это домашняя кухня. Это простая кухня. И если вы хотите, чтобы там было клейковины больше, ну, используйте, значит, кубанский отварной. Я хочу, чтобы меньше клейковины было. Я использую длиннозерный. Здесь меньше крахмала. Смотрите на этот объем. По густоте. Ориентируйтесь по густоте. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь столовых ложек. Все. Теперь мы доводим по соли. Соль давай, соль давай. И важный элемент, важнейший элемент вкуса. Это соевый соус. Я добавляю всего лишь одну столовую ложку. Вот на этот объем. Во-первых, одна столовая ложка не выкрасит суп в инородный цвет. А во-вторых, вы его там не почувствуете. Вы всего лишь почувствуете улучшенный, усиленный вкус. Потому что соевый соус это усилитель вкуса. Не забываем. Значит, если томаты кислые, то вот на кончике ложки чуть-чуть добавляем сахар, чтобы сбалансировать вкус кислого томата, кислоты томата. Супчик закипел. Ставим на маленький огонь. Финал уже. Значит, и вот тут листочек лавровый маленький на две части. И закидываем. Как многие там спорят. Да как вы, что вы можете там с самого начала варить. Вот в конце я кладу, в конце, друзья. В конце. Вот самый аромат. А неплохо. Неплохо. Теперь кусочек сливочного масла. Граммов 20. На бульоне огонь получается, кстати. Теперь. Значит, 3 зубчика чеснока. Но это, знаете, любовь. Мой авторский почерк. Десерт когда-нибудь замучу с чесноком. Обещаю вам. Чесночка, значит, сюда отправляем рубленого. Масло должно раствориться. И все. И остается только освежить аромат зиры, как я уже говорил. Но он здесь великолепен, поэтому я без стеснения досыпаю все. Вы ориентируйтесь по своему личному вкусу. Я бы сюда еще перчика добавил. Если у вас есть отварное мясо, вы уже можете нарезать отварное мясо и отправлять его в тарелочки. Потому что суп практически готов. Его осталось только снять с плиты. И все. Никаких заморочек. Все элементарно и просто. Это я много бла-бла-бла, поэтому получается чуть дольше. Если вы торопитесь, это все происходит моментально. Зелень, лук и укроп. А в идеале все, что есть, все сюда отправляйте. И он должен быть, знаете, такой слегка густоватый. Вот видите, какой он. Это такой, знаете, наверное, харчо, только без острого перчика. А почему без острого перчика? Почему бы нам не добавить острого перчика-то? Это как мы можем так жить-то без острого перчика? Как без острого перчика? Немножко пару капель. Без остроты не так вкусно. Ну, кто острое не ест, не кладите перчик. Главное. Томат, рис, бульон, чеснок, зелень. Все остальное приправы. Но чеснок, зелень тоже приправа, потому что мы там его сколько? Три зубчика этого, там две веточки этого. В основном это вот тресненных ингредиентов. Бульон, рис и томат. Вот, простота. Но по вкусу доводите. Кислота, может сахар, может соевый соус. Соевый соус, кстати, тоже приправа. Мы его за ингредиент не считаем. Пробовать можно со сметаной. С мазиком. Кто любит пожирнее, помощнее. С колбасой можно пробовать. На хлебушек выкладывайте колбаски. Толстый слой, на тоненьких хлебушек. С копченым сальцем. Со свежесоленым сальцем. Да с чем угодно пробуйте, друзья. Потому что это... Потому что, во-первых, выглядит он такой. Как харчо. Только европиан стайл, Санкт-Петербург, вариант. И самое главное, что если вдруг вы не знаете... Если вы не знаете любимое блюдо вашего тестя... Ребята, это эпик фейл. Ну как вообще такое может быть? Найдите. Помните анекдот? Прихожу злой, голодный с работы домой. Подхожу к холодильнику. Открываю. Нет сосисок. Поворачиваю голову. Вижу улыбающегося тестя. И думаю, понятно. Сосиски в тесте. Так и здесь. Я ни разу не пробовал этот суп, как готовит Виктория Эдуардовна. Но Андрей Александрович говорит, что великолепно. Вот этот суп просто бомба. Просто бомбейшая бомба. Я вам обещаю. Если вы сделаете вот такой суп... Только не только тести тещи будут есть. А все ваши родственники. И каждый раз, когда будут ехать к вам гостя... В гости, к вам в гости... Будут заранее звонить и говорить... Приготовьте мне, пожалуйста, томатный суп с рисом. Приятного аппетита, друзья! И любите своих родственников. Ну, потому что они у вас одни. Даже если их много. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok